Театральный поединок Сегодня мы пообщаемся с автором и руководителем проекта Максимом Драчениным. Максим, здравствуйте! Олеся, здравствуйте! Максим, спасибо большое, что вы нашли время. Перед мастер-классом заехали к нам, чтобы пообщаться. Знаете, с чего хотелось бы начать? Вообще про то, как наша студия попала в проект. Знаю, что существует определенный отбор. Вы просматривали визитные карточки студии. Вот почему именно мы в проекте? Ну, да, действительно проходит. Прежде чем попасть в наш проект «Театральный поединок», все коллективы Московской области проходят сначала заочный отборочный этап. В заочный отборочный этап включены три творческих конкурса. Первый – это видеовизитка, где театральный коллектив или детская школа искусства должны себе представить в формате до одной минуты. Представить, познакомить со своим искусством, со своим руководителем, со своей площадкой, которая, кстати, у вас, мы о ней чуть позже поговорим, очень большая и красивая, там, где дети занимаются. И остальные два конкурса – это в формате, как раз, собственно говоря, нашей игры, в формате импровизационного баттла, в формате наших раундов, конкурсных заданий. Вот, это «Окей баттл» и «Нимой раунд». То есть вы давали задание, они на месте выполняли? Да, то есть здесь и сейчас буквально они получили от нас задание в качестве обратной связи, вот, и приняв его, они записывали его настолько, насколько они его поняли. Вот, и к вопросу о том, как попали, ну вот, конечно же, основное задание – это было вот наши два раунда, вот, и в формате «Окей баттл», и в «Нимом раунде» ребята показались очень-очень хорошо, очень профессионально, очень творчески, не побоюсь этого слова, креативно, и потому набрали там максимальное количество баллов. То есть главный критерий – это креативность подачи? Нет, главный критерий – это все-таки, не побоюсь этого слова, творчество. Потому что, в принципе, на самом деле, актерская импровизация, а как основа актерское мастерство – это, конечно же, прежде всего, воображение. То есть если театр, да, и актерское мастерство, по сути, начинается с внимания, об этом мы тоже можем чуть позже поговорить, то, конечно, в корне всего там это воображение. Ну, то есть если у артиста, неважно, начиная еще, он или заслуженный, или народный, нет воображения, если нет того самого мира, который он здесь сейчас создает, да, своим телом как инструментом, то тогда дальше, ну, собственно говоря, не будет ничего у зрителей, не будет ничего ни у кого. Вот и все. Поэтому ребята, команды театрального коллектива «Чересчур» «Чересчур» были творческие. Почему существуют возрастные ограничения? Потому что желающих поучаствовать в проекте гораздо больше, чем вот то количество, которое участвует. Вот 12, вы берете 12+. Во-первых, смотрите, действительно желающих гораздо больше, чем мы вообще предполагали, потому что мы поставили как бы ограничение 12-18 лет, да. Почему 12+, ну, во-первых, собственно, у нас зрительский есть, зрительское ограничение 12+, это, собственно, наш, это наш плюс. Вот, потому что в отличие от аналоговых всяких проектов, в том числе на телевидении, да, вот, они как бы 18+, пошло, ну, и дальше не будем продолжать, да. У нас как раз семейный формат, у нас можно приходить с семьей, у нас можно дружить с семьями, у нас можно болеть за разные команды, вот, вот, и в этом смысле спорить. Вот, это что касается зрительского ограничения 12+, что касается возрастного именно по участникам, в основе своей, конечно же, у нас это национальная традиция русского драматического театра и система Станиславского. А система Станиславского, кроме наших, ну, как бы, обычных упражнений на внимание, воображение и прочее, это, конечно же, этюды, ситуационные этюды, где здесь и сейчас зрители нам задают, значит, кто там, телеведущий, значит, звукорежиссер, не включил микрофон и начали играть. Ну, это просто, например, да, вот, и разыгрываем. И, конечно же, там, дети младше 12 лет, достаточно сложно разыгрывать, но ситуации, или, скажем так, у них еще не такой большой, большой богатый опыт в плане, «А кто такой телеведущий? А кто зритель?» То есть есть некая ограниченность. Но, конечно же, мы сейчас работаем над раундами, над играми именно для более младшей аудитории участников. А что касается увеличения наших возрастных цензов для участников, мы его увеличиваем, потому что, как оказалось, в театральных коллективах в Московской области очень много детей, молодежи творческой, профессиональной, которые занимаются театром, допустим, еще не поступили или уже не хотят в театральный вуз, но, тем не менее, занимаются театром, которым старше 18 лет, получается, они у нас выпадают. А мы можем как раз, собственно, дать много чего в дальнейшем. Опять же, при поддержке Росмолодежи, при нашей дружбе и сотрудничестве с форумом Тавриды, например, мы абсолютно могли бы, как с нашими партнерами, туда их отправлять и дальше, чтобы они росли творчески, профессионально. То есть, однажды попав в проект, ты будешь в своей среде, в своем сообществе дальше? Да, все верно. Смотрите, на самом деле, что такое вообще, в принципе, театральный поединок? Это проект, да, проект, который делится на две части. Образовательная и конкурсная. Вот. И третья есть карьера. Тоже об этом сейчас чуть позже поговорим. Так вот, в рамках образовательной программы наши опытные уже мастера, педагоги, тренера по актерской импровизации приезжают и делятся, я бы не сказал учат, а именно делятся своими знаниями, да, своими, так сказать, секретами, лайфхаками, потому что они в прошлом тоже, да и в будущем, и в настоящем тоже участники импрофессионного батла, только там в другой линии, скажем так, да. Вот. А это образовательная часть, где мы рассказываем правила игры и делимся как секретами, как лучше, правильнее импровизировать, скажем так, существовать на сцене. Вторая часть – это конкурсная. В рамках конкурсной программы, значит, проходят битвы, да, внутри коллектива, потом между коллективами, потом между городами, ну, регионами, ну и понеслось, да, там, вот, как говорится, вселенский формат. Так, и цель, вообще, основная миссия – это создать единое профессиональное творческое сообщество. Там, где мы все вместе, неважно, 10 лет, мне 12 или 18, можем вместе друг у друга учиться и развиваться. И дальше наша основная задача, конечно же, это дать возможность нашим участникам, и в частности финалистам, которые даже не просто, они там подняли кубок, ура, мы победили, да, там, вот, а дать возможность им дальше развиваться. То есть у нас сейчас мы прорабатываем наше партнерство с театральными вузами, да, где, допустим, мастера, сегодняшние мастера курсов, которые будут набирать, могли прийти на финальные игры, посмотреть ребят и увидеть их не как они читают заученные стихотворения, а как они существуют здесь и сейчас на сцене в формате импровизации, где нет никаких заготовок, насколько он готов вообще, в принципе, да, насколько у него включено воображение, ведь это же сразу видно. Вот, поэтому это что касается, там, допустим, сегодняшних абитуриентов, да, кто собирается поступать. Те, кто хотят, например, миновать театральный вуз или просто пойти у себя в Сербухове, устроиться в театр, пожалуйста, вот будет возможность, будут они играть в поединок, да, импровизационный батл, художественный руководитель театра может спокойно прийти, вот, вернее, не может спокойно, мы его пригласим обязательно, да, он посмотрит, о, смотрите, какой хороший парень, которому 19 лет, а мне как раз не хватало молодого Гамлета. Пожалуйста, вот уже есть возможность дальше как бы расти, именно профессионально. Ну и уж не говоря про то, что там те дети, которые у нас там 14 лет, которые еще думают, куда им пойти, то ли на стоматолога, то ли в артисты все-таки, да, вот, или может быть юристом, или инвестором, да, но тем не менее, также мы можем... То есть театральное прошлое никогда не будет помехой. Абсолютно, да, напротив, даже будучи стоматологом, можно это делать играючи. Виртуозно, да? Так вот, собственно, для них мы можем помочь, скажем так, профориентироваться, то есть они могут прийти на ступительные экзамены в театральный вуз, еще чуть заблаговременно понять, как это происходит, в конце концов, можно всегда попасть, там, грубо говоря, там, к нашим друзьям-партнерам в театральные вузы на закрытые показы студентов и увидеть студенческую жизнь из-за три, для себя понять, нет, лучше я буду стоматологом. То есть это такой импульс для творческого роста? Хорошее слово, импульс, да, импульс, толчок, трамплин, да? Максим, а можно поподробнее рассказать про образовательные программы? Я знаю, что с понедельника они начались, вот кто занимается с детьми? Пусть это будет называться так, занимается. Да, да пусть будет заниматься, так мы, собственно, этим и занимаемся, что занимаемся. Вот на сегодняшний день у нас, это пул, как это, список, да, там, штаб тренеров, вот, Михаил Грищенко, актер театра и кино, Дмитрий Бероев, актер театра и кино, вот, я, собственно говоря, с детьми занимаюсь также, вот, и у нас есть еще Анастасия Семенова, вот, у нас четыре тренера на сегодняшний день, и в Серпухове у нас занимается Дмитрий Бероев, вот, артист московского драматического театра «Сфера». Вот, он же и участник компенсационных баттлов, неоднократный финалист, вот, то есть он тоже прошел этот длинный путь. Больше того, у нас в проекте, в принципе, мы открыты для единомышленников. Ну, то есть, условно говоря, если вы хотите, как бы, с нами вместе развиваться, да, вот, то, пожалуйста, мы всегда, как бы, ну, приютив найдем, как бы, чем заняться. Вот, допустим, там тот же, там Дима Бероев, который сейчас у нас тренер-педагог, один из ведущих тренеров, вот, он, когда побывав участником, тоже загорелся, да, говорит, Макс, я хочу дальше, давайте. И вот он, сейчас у нас он продюсер, называется продюсер импульсовного баттла нашего проекта, то есть он подтягивает новые силы, ну, то есть у нас постоянно течение, как бы, обновляется. Опять же, вот мы там говорили про импульс, да, толчок творческий. Ну, творческие люди, даже профессиональные, не все, допустим, мечтают, там, о театре, да, просто хотят заниматься этим делом. Вот у нас есть уже из наших участников сегодняшних, есть, значит, единомышленники, которые нам помогают в организационном порядке. То есть, как бы, ну, дальше мы вместе живем, растем, еще раз повторюсь, единое творческое профессиональное сообщество. — Насколько вас удивляют дети? Они открыты, раскрепощены, либо, наоборот, скованы уже какими-то стереотипами. Насколько вам интересно и комфортно с ними? — Смотрите, ну, я начну с конца. По поводу скованности, я могу лишь сказать, что, к сожалению, есть, это единичный случай, но есть, когда, допустим, в театральных коллективах нет возможности времени для, допустим, тренингов, да, потому что, как актерская импровизация, да, по сути, это один большой сплошной тренинг, где ты, вот, как белый лист бумаги, открыт и впитываешь, и отвечаешь, да, партнеру. Вообще, в принципе, что такое театр, да, то есть, один человек на сцене — это эстрада, два — это уже театр, да, то есть, это партнерство, это взаимодействие, конечно. Вот, в силу того, что нет возможности, там, уделять больше времени тренингам, то есть, они делают спектакли, да, только спектакли выпускают. И здесь дети вынуждены идти по-заученному, да, встань здесь, подними руку, скажи так, вот. А там, где есть тренинги, там, где педагоги занимаются с детьми, да, и вот здесь как раз, в отличие, допустим, от взрослых, есть вот та самая детская непосредственность, когда ты действительно не забит какими-то стереотипами, ты не думаешь, как на тебя посмотрят, а вдруг на тебя иначе посмотрят, потому что вчера ты играл, там, Ромео или Гамлета, да, а сегодня ты вдруг неудачно симпровизировал, то есть нет такого. То есть ты абсолютно здесь и сейчас, вот, существуешь и, главное, в игре. Потому что, в принципе, ну, как бы формат импрофессионного баттла, в формате которого проходит театральный поединок, да, это все равно игра, то есть все в игровой форме, все играючи. И, конечно, дети это, ну, принимают для себя, но гораздо активнее, гораздо ярче, я не помню этого слова, выразительнее чаще, чем взрослые. Вы, кстати, очень интересную мысль сказали. Мне кажется, вот родители, которые нас сейчас смотрят, должны зацепиться, потому что нам, родителям, чаще, что важно, вот, прийти на спектакль, увидеть своего ребенка и все. А какие там тренинги, какие мастер-классы? Это вообще уже там где-то, когда-нибудь. Нет. А получается, что первооснова-то как раз тренинг. Нет, первооснова, да, конечно, так ты и развиваешься только на тренингах. То есть дальше потом вот твое развитие, понимаете, можно на самом деле, знаете, есть такое выражение, репетируй тот, кто не умеет. Вот, соответственно, можно сколько угодно репетировать, а потом выдать и как бы, ну, да, понятно, спектакль. А можно все-таки быть, существовать в процессе тренинга, да, быть готовым всегда. Ведь, давайте так, я всякий раз буду сейчас с темы на тему прыгать. Константин Сергеевич Станиславский, да, ведь что он воспитывал в своих учениках? Импровизационное самочувствие. Да, у него была не та импровизация, которую мы играем, да, где там сейчас зрители нам дали ситуацию, и мы разыгрываем, да, а импровизационное самочувствие. То есть, казалось бы, ты уже 25-тысячный раз играешь спектакль один и тот же, но здесь ты, ага, увидел, ух ты, значит, пиджак сегодня, значит, слегка здесь замят, да, вот цвет глаз другой, настроение у партнера другое, то есть ты включаешься у него, да, то есть вижу, как есть, отношусь как к заданному, да, то есть вот она моя Джульетта, ой, сегодня она по-другому выглядит. И это вот это взаимодействие, вот это импровизационное, оно очень важно, за счет этого живые спектакли происходят. Но для того, чтобы, не важно, 10 или 12, или 22, или старше, да, ты должен как бы быть, ну, открытым, ты должен видеть, слышать, ну, это тоже как бы ключевые глаголы, видеть, слышать, опять же, есть там слушать, но не слышать. А можно научить видеть, слышать, слушать? Вот, да, нам всегда педагоги говорят, нельзя научить, можно только научиться. И это абсолютно, к сожалению, верно. Вот, к сожалению, в смысле, потому что я как педагог говорю, я не смогу научить, если человек не хочет, если он не понимает этого. То есть, опять же, вот в образовательной части нашей истории мы всегда, всегда говорим прежде всего, чтобы это было осмысленно. То есть твой выход на сцену, неважно в импровизации или в спектакле, он должен быть осмысленным. Даже в игре ты должен понимать, зачем я выхожу. Так, значит, в окей-баттле, где мы, команда, должна говорить каждый в свою очередь только по одному слову. И таким образом должен образоваться ответ. Но даже в этой игре я должен понимать, так, я вышел для того, чтобы сейчас дать ответ, услышать партнера. Я сейчас, услышав партнера, я смогу дальше развиться и прочее. То есть, как только ты даешь себе эти ответы на вопросы, да, что я здесь делаю, вот этот самоанализ, он необходим. Ну, архи необходим артисту, неважно, на каком уровне. Максим, вы сегодня привезли тренинг детям какой? Импровизированный? То есть все сходу будет? Или вы что-то заготовили? Нет, ну у нас нет. Нет, смотрите, в любом случае, вся наша образовательная часть, все наши тренинги, практические мастер-классы, воркшопы, как угодно их можно назвать, они проходят в формате импровизационного батла, в формате раундов, игры, в котором будем играть. То есть первая наша задача – это познакомиться с правилами игры, так как должны быть единые правила, ну, как в олимпийской системе, да. Вот, а дальше уже все, импровизация сплошная, я не знаю, какими мы будем задавать вопросы, опять же, я, собственно говоря, ничего не заготовил, я только расскажу правила игры. А дальше, собственно, команда выходит, и оставшиеся, кто там пока сейчас играет роль зрители, участники, значит, театральной студии, они же будут задавать вопросы. То есть фактически вы сейчас с детьми будете на одном уровне? Абсолютно, да, да, да. Ну, только мой уровень отличается в том, что я чуть больше видел. Ну, то есть у меня есть зрительский опыт, и я со своей стороны смогу дать какую-то обратную связь, что хорошо, что можно улучшить. А так, в целом, мы вместе будем понимать, так, здесь не хватает темпа, ритма, здесь логики не хватило, то есть, а иногда еще и русский язык хорошо бы подтянуть. Вот, этим мы тоже занимаемся. Предельная наблюдательность все равно будет с вашей стороны? Ну, да, да, то есть, как говорится, чем смогу, тем помогу, но на самом деле, нет, понятное дело, что мы будем вместе понимать. Ну, еще раз повторюсь, что вот к вопросу о том, можно ли научить, нет. Если я, если у меня есть желание, да, сыграть, я выхожу и играю, если у меня есть желание научиться, познать, как же это происходит. Ну, вот как так вот? Потому что, правда, мои коллеги, партнеры, я всякий раз учусь у всех и у детей, как вот недавно у нас был поединок в одном из московских, подмосковных регионов. Казалось бы, я уже перевидал эти импровизационные батлы, но у нас прошло три московских чемпионата по актерской импровизации. Среди участников мастерская Фоменко, театр Табакова. В прошлом году мы сыграли на сцене театра Табакова «Битва чемпионов», где двукратные победители Московский театр на Юго-Западе, вот, собственно, оттуда и пошла вся, я актер театра на Юго-Западе, и вот мы с моими коллегами все это организовали. Вот, они бились с театром Табакова, и была такая честная ничья, вот, по баллам, по очкам, поэтому там дальше реванш, они планируют еще дальше сыграть. Я к чему это говорю? К тому, что, то есть я много видел игр, много чего я понимаю, где там можно удивить, где могут меня удивить артисты, где нет, вот, и, казалось бы, при всем опыте, там, вдруг, там, 14-летние подростки, играя ситуацию, там, так заворачивают ее, так включают воображение, что я как младенец, смеялся до слез, не мог остановиться, мне дальше надо вести программу, я не могу, мне смешно просто, ну, как они так? Ну, то есть, мне кажется, вот эта открытость, восприятие, она важна для, ну, вообще, в принципе, для людей нашей профессии. Давайте чуть-чуть про батл все-таки разъясним. Это будет в четверг в 7 вечера в театре. Так, да. Вход для зрителей абсолютно свободен. Конечно, да. Наши юные актеры выходят на сцену, дальше идет игра. Да. Так, так, по окончанию что? Как мы понимаем, выиграли они что-то или нет? Вот, разъясните ли? Нет, смотрите, значит, итак, поехали. С самого начала. Есть московский областной проект «Театральный поединок». Организаторами проекта являются некоммерческая организация «Единое творческое пространство», Центр культурных инициатив при поддержке Министерства культуры Московской области. В рамках этого проекта, который объединяет театральные коллективы Московской области, в рамках этого проекта проходит конкурсная часть. Конкурсная часть проходит в формате всероссийской театральной игры «Импровизационный батл». Импровизационный батл – формат, где это состязание двух команд в остроумии находчивости и непредсказуемости, то есть в жанре импровизации. Другими словами, это единственный профессиональный конкурс в России в жанре актерской импровизации. Так вот, в формате этой игры есть две команды. Сейчас эти две команды будут сформированы внутри одного театрального коллектива чересчур. По пять человек, разделившись на команды, они выйдут, сыграют. Там будет пять конкурсных раундов. Эти конкурсные раунды будут оценивать наша судейская коллегия. Мы вас приглашаем в члены судейской коллегии. Да, меня уже пригласили. Большое спасибо. Официально это делаем. Так вот, собственно, вы будете это оценивать. У вас будет памятка, где написано критерий оценок. Сценическое внимание, сценический ансамбль, воображение. Взаимодействие с партнером и так далее. И самое главное, конечно же, вера в предлагаемые обстоятельства. По этим критериям оценок вы расставляете баллы командам после каждого раунда. Далее мы подсчитываем все эти баллы. И по итогу выявляем так называемого победителя. Команда победителей дальше будет представлять команду чересчур. И в частности город Серпухов на межрегиональных турнирах, которые будут проходить по олимпийской системе этой осени. Вот, теперь все понятно. Насколько правильно тогда, что в жюри сидят не профессионалы, не актеры? Смотрите, нет. На самом деле, вообще, в принципе, по большому счету, каждый зритель, сидящий в зале, это уже судья. А если бы мы продавали билеты, то он как минимум судит, журит свои монеты. То есть, купив билет, он как бы уже, да? Вот, соответственно, у нас нет такого, что если он не актер, у нас в любом случае все театральные деятели, ну, вернее, деятели искусства. Так или иначе, вы же... А, ну, то есть вы имеете в виду, что это творческие люди по-любому? Конечно, да. Но даже зрители, которые так называемые не творческие, а какие-нибудь математические, они же тоже понимают, верю или не верю. Потому что формат баттла, он так как бы простроен, что сейчас вышла одна команда, потом другая. Играют фактически одинаковые ситуации, но только по-своему. И здесь я смотрю, а, о, верю, да. То есть я здесь поверил, что это реально парикмахер, это реально клиент. Правда, не так постригли. И дальше обрастает так называемым мясом, да, мы любим называть этот этюд, где мы поняли всю, скажем так, семейную линию этого персонажа и прочее, да. А другие вышли, и им не хватило чего-то для того, чтобы встроиться в предлагаемые обстоятельства. И в эту конфетку, как зритель, в смысле, как судья, кому-то отдали. Вот и все. Поэтому, по большому счету, если была бы такая техническая возможность, но иногда мы это проводим при зрительских симпатиях, где зрители голосуют все-таки, кто им больше был там, вот. Но там чаще, конечно, все от харизмы зависит. Ну, то есть насколько ты обаял к себе зрителя, да. А мы люди, скажем так, творческие, и понимая критерии оценок, мы как бы можем адекватно оценить. Ну, да, вот здесь как бы не хватило мне ситуации, предлагаемых обстоятельств, веры в нее. Вот. Максим, вы когда создавали вообще проект, ставили наверняка очень великие задачи перед собой. Что реализовали из этих задач? Вот что в итоге вы все-таки хотели? Даже не знаю, стоит ли мне признаваться, когда я задумал этот проект, он вообще сам родился, сам по себе, случайно. У нас должна была быть премьера спектакля в жанре импровизации. Вот. И накануне прям премьеры оказалось, что мы не можем по авторским правам не можем брать эту пьесу. Пам-пам. Вот. И, значит, у меня в проекте было три моих однокурсника, бывших, ну, в смысле, не бывших, а прошлых, в смысле, вчерашних, вот, студента, скажем так, еще вчерашних, и три заслуженных артиста. У нас, знаете, их было шестеро, я был режиссером, я говорю, слушайте, я не знаю, что делать, давайте импровизировать, давайте сделаем батл. Так просто из уст выскочило. Вот. Как, как? Я говорю, ну, команды заслуженных артистов и команда студентов. Вот. У нас какой-то опыт был в импровизации, говорю, вот возьмем эти игры, и зрители будут судить. Все. И вот таким образом мы вышли на сцену, сыграли. Как это сейчас среди молодежи слово зашло. Вот. Вот, зашло как зрителям, так участникам. В зрительном зале были наши коллеги из других театров, им тоже зашло, вот. И они, как бы, давайте, типа, Максим, мы тоже хотим, давайте, и все. Вот таким образом оно само постепенно, как ком, начало раскатываться, знаете, или закатываться, уж как здесь точнее сказать. То есть вы же уже перешли, вот этот уровень зашло. Да, нет. Я говорю, потому что... На другую стадию. Да, ну, то есть тогда вот, когда вы, говорите, как задумывал, да никак, оно просто... Я подумал, фу, как... Человек, экспромт, импровизация, я вот смотрю. Я оглянулся и смотрю, оказывается, у нас же чемпионаты идет в московских театрах, уже 8 театров. Потом мы выиграли грант, а оказывается, поехали в Севастополь, Санкт-Петербург, вот, их привезли сюда. Ну, то есть и вот это все пошло, да. Все запрутило, завертело. Вот. И только потом, когда уже у нас была небольшая пандемическая пауза, вот, но мы в ней тоже, как бы, в этот период делали онлайн наши проекты, вот, в жанре импровизации. И вот только здесь пришлось понять и осознать, так, стоп, а что дальше? Ну, как бы, вот у нас уже есть там ряд победителей, да, а что с ними делать, как бы, а как? Им же надо как-то, а молодежь развивать? И вот, и мы сформулировали это все, скажем так, ну, в неких грантовых вещах, да. Так, а значит, молодежь нужна сюда. И вот дальше, буквально совсем недавно, как раз и возникло это понимание, что этим мы можем помочь всем, что трамплин дадим. Этих мы здесь объединим. А, то есть, такой очень индивидуальный, получается, подход. В результате, да. Ну, то есть, ну, в любом случае, даже, понимаете, молодежная лига, так называемая, да, тоже 12-18, но вы не представляете, как 12-летним с 18-летними играть. Ну, это вот сейчас мы, да, сейчас мы с этим прям совсем столкнулись, поэтому, конечно, это будет 12-14-15, там, 18-18-20-20 и понеслось. То есть, это будут своеобразные микро, так сказать, команды, ну, микролиги, да, так назовем это, вот, где каждому мы сможем что-то дать. Поэтому, что касается глобальных вещей, конечно, еще раз повторюсь, вот наша основная идея создания единого профессионального театрального сообщества, где каждый будет на своем месте. И опять же, смотрите, вот в прошлом году у нас был опыт, самый первый был, в прошлом году был первый театральный поединок по инициативе Елены Михайловны Харламовой, министра культуры Московской области. Вот, она нас лично поддержала. И вот мы здесь, у нас было 4 города участника, 8 коллективов с одной стороны, а с другой стороны было 4 театра профессиональных. Там Московский губернский театр, МОК-ТЮЗ, театральный ковчег и Химкин наш дом. И уникальность была того проекта в том, что мы параллельно вели эти проекты, а потом мы их соединили. Каким образом? То есть, наши взрослые участники, артисты уже театров сложившиеся, да, пришли делиться опытом к нашим школам искусства детским и театральным коллективам. А те, наоборот, приходили сюда, к ним на мастер-классы, на тренировки. Вот. И получилось так, что такой синтез произошел. Наши взрослые, а в некоторых театрах даже участвовали заслуженные артисты, учились у детей. Учились вот той самой непосредственности, то есть вот той самой игровой форме. Потому что слишком много паримся, слишком много думаем о том, как же я выгляжу сейчас, да. Нормально у меня прическа. Да причем прическа, дрожжище. Выйди, сделай, как бы в задаче находись. А дети учились так называемым секретом профессионализма у наших взрослых. Потому что даже, ну опять же, допустим, там в отличие детей и взрослых, там чаще всего, конечно, взрослые артисты, когда выходят на сцену, понимают, что там зритель, как бы сразу, и как бы он ни играл, он все время как бы понимает, что там зритель, там есть объект внимания. У детей это пока еще чаще всего, как бы, ну, они этого не понимают. Поэтому они смотрят. И уже на примере говорю, вот видишь, вот ты же всегда видишь глаза артиста, это же важно. Он, ну да, а теперь как ты стоишь? Я все время вижу твое ухо, да, а если оно еще и не мытое, так совсем прям грустно. Вот, поэтому как бы вот они друг у друга учились. И вот это, еще раз повторюсь, основная идея вот этого нашего сообщества, где мы можем друг у друга учиться. Ну невероятно круто. А вот театральные студии между собой начали общаться? Ведь они же крутятся вот в своем соку, вот ничего не видят. Это отдельная песня. Это отдельная песня. Потому что, во-первых, как тоже один из великих людей в Министерстве культуры сказал, слушайте, ну это же классно, это лишний повод ездить друг к другу в гости. Это правда. Вот. А второй момент, на примере, допустим, одного из городов, не будем его сейчас называть, но один из подмосковных регионов, два ДК находились буквально на противоположных улицах. Ну так бывает. Они даже не знали о существовании друг друга. Они сыграли. А у нас иногда мы умышленно делаем не просто в этом коллективе, в этом мастер-классе, а их объединяем. Потому что как раз, опять же, с опытом наших междугородних федеральных игр, это очень хороший опыт, когда они друг другу еще могут не только на игре помочь, в смысле поделиться опытом, а и на мастер-классах. Так вот. И они не то, чтобы друг о друге не знали, они как бы и не ходили, и не интересовались. А здесь, сыграв, вот раз объединившись, сейчас приходит обратная связь, у них уже какой-то совместный перформанс. И вот это, конечно, дорогого стоит. Как, например, опять же, тоже в качестве обратной связи мы получаем, что благодаря, допустим, поединку, что у них прошел в городе, в коллективе теперь больше 15-16-летних. То есть тот возраст, который как бы не могут себя найти и вот ходят по... где-то ходят. Вот. И потому что театр это не просто «Привет, бим, привет, бом!» А еще это может быть живое искусство, интерактивное и достаточно современное. И опять же, были случаи, когда из театрального коллектива уже там 15 лет, уже как бы уже через раз ходил, уже и родители говорят «Да ладно, уже пусть он уже не ходит». И вот они сыграли, родители посмотрели, он сыграл, и мне звонит потом руководительница, Дарья ее зовут, говорит, слушай, ты не поверишь, он не то чтобы остался, он дальше хочет продолжать, он привел еще друга в коллектив, теперь они вместе занимаются, вот. И родители сказали «Да, да, да, все, это возможно его, все, пусть он занимается». Ну, то есть вот как бы такие находки, они ценные, и ну вот ради этого. Ну вот смотрите, получается, что великая задача – объединение ваше, началось вроде как все легко, так, да, с какой-то такой непосредственной идеей. Случайно, я бы сказал так. Случайно, да. Но ничего не бывает случайного в этой жизни. Максим, спасибо вам большое за сегодняшнюю встречу, за интереснейшую беседу, мы с удовольствием посмотрим на батл, и что получится у детей, будем за них болеть. Спасибо, ждем вас. Спасибо, до встречи. Спасибо, до встречи. Пока. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»